Всем привет! С вами опять Игорь. Сегодня попробую запустить свое отбалансированное ветроколесо. Я там в предыдущем видео выкладывал сегодня. Отбалансировал я ветроколесо, грузики прицепил, это я показывал, и повклеивал заканцовки в крылья, потому что они у меня были пустотелые, они у меня и сейчас пустотелые, просто что теперь нет сквозной продольной дырки через крыло, потому что краи очень свистели, когда они такие вот без таких вот обтекаемых заукругленных заканцовок. Я их сделал с полистирола, сейчас покажу. Вот ритрик, сейчас мы его увеличим. Вот эти собственно заканцовки, они такие серые, видно, да, отличаются от оцинковки. Вот одна, вторая и третья. Я их сделал с полистирола, потому что утепляется плотного такого. Покрасил, три раза пошлифовал, но влагу они не должны тянуть. Вот, хочу попробовать, как он будет стартовать. Вот ветер, видно немного есть, очень-очень-очень-очень слабый ветер, но я думаю, должен он стартануть. Я так думаю. Посмотрим сейчас, стартанет он или нет. Вечер уже, солнце на закат, так что сбрасываем наш кирпич с тормозного рычажка. Все, рычаг ослаб, тросик. Теперь он должен, ну он уже, уже даже начал, сейчас я встану, чтобы видно было его. Да, уже даже начал раскручиваться. О, отсюда видней будет. Вот так вот он раскручивается, слабо, он медленно раскручивается, потому что ветра почти нет. И крылья у меня, как я уже говорил, получились довольно тяжелые. Само ветроколесо вышло тяжелое, там все железное. Диск, вот эти трубы, все рама, жесткость, вот эти треугольники. Само крыло, там труба стальная, идет аж до самого края. Правда, там тоньше варена труба, в толщу и в тоньше. Невюры железные, полоса металлическая, но довольно-таки ветроколесо получилось тяжелое. Вот, поэтому оно, ну вот ветер, ветер сейчас покажу. Дерево абрикоса сразу за башней, видно, что еле-еле-еле колышутся ветки на ветру. Или вон орех, тоже почти, почти даже и не колышутся уже. Говорю, уже вечер, солнце заходит. Но ветряк раскручивается, ветряк все равно раскручивается. Да, ну, я вам скажу, старт стал лучше. Раньше он при таком ветре, наверное, бы не раскрутился. Сейчас у него было одно крыло намного тяжелее, ну, не знаю, наверное, на килограмм, наверное, было тяжелее одно крыло, может меньше. Ветру его было тяжело пересилить, вот этот первый оборот перекинуть его. А сейчас он так довольно-таки уверенно раскручивается, хотя ветер очень-очень слабый. Шума пока что никакого нет. Никакого пока что нет шума. Не знаю, будет ли он дальше, шум или не будет. Сейчас мы увидим. О, уже стало появляться такое, как бы, завывание ветра. Не ветра, а краев крыльев. Вот он стал резко набирать обороты. Это уже, так сказать, вловил ветер. Начала работать подъемная сила на крыльях. И он стал активней набирать обороты. И появилось такое завывание или шипение. Не знаю, слышно оно у микрофона. Должно быть слышно. Вот тут такие вот звуки. Но шума меньше, конечно, стало значительно меньше. Заукругленные эти края, они дают, они дают много. Ну и мощность, естественно, добавилась. Ветроколеса, потому что крылья, считаю, удлинились. Там сантиметров на 10-15 каждое крыло. Удлинилась немного. Вот так вот он крутится. Большие обороты он сейчас не наберет. Потому что ветра, я говорю, почти что вот абрикоса сразу за башней. То ветки еле-еле колышатся. Очень-очень слабо они колышатся. Ну, может какой-то один-два метра в секунду есть. Вот, но ветряк работает. Сейчас он, правда, отключенный от генератора. Это сейчас работает просто само ветроколесо без нагрузки, без ничего. Проверяю, так я ее балансировал, так я ее и не прикрутил. Проверяю, как тормоза работают пока что. Само ветроколесо настраиваю. Вот так вот оно работает. Ну, не знаю, шипение или завывание таки есть. Меньше, намного меньше, чем было без этих законцовок. Но оно все-таки есть. Не знаю, может оно так должно быть. Если кто-то знает, то подскажите, должно оно так быть или не должно такого шума быть. И какой он должен быть. Ну, в принципе, к дому его не слышно. Там до дома больше ста метров. Ну, наша дома, наша улица 100 метров. Я его вообще поставил ветряк аж в краю огорода. В конце огорода, чтобы он никому не мешал. Не свистел, не шумел там. Чтобы соседи не жаловались, так сказать. Он здесь никому не мешает. Правда, кабеля много пришлось стянуть, но это уже такое дело. Вот так вот он работает. Не знаю, слышно вам это шипение или нет. Ветер вообще очень слабый. Немного ветки колышатся, но почти что его нет этого ветра. Почти нет. Вот видно по абрикосе. Вот, наверное, порывчик пошел, стал разгоняться. Ну и немного и шум увеличился. Шипящий такой. Вот так вот он и работает. Балансировал грузиками. Всякие я там подбирал. Я в том видео ее показывал. А законцовки уклеивал на полиуретановый клей. Клеит он все. Этот клей, ну это полиуретановый, это типа пена монтажная. Только пена в баллончиках там под давлением. А этот клей в тюбике. Он такой желтый, как мед. Густой такой и течет. Немного расширяется. Мало, но чуть-чуть расширяется. И заполняет все там неровности какие-то склеиваемых поверхностей. Вот. Поэтому, если там какие-то погрешности есть, оно неплотно пристает две поверхности, оно все равно этот клей его склеит. И очень надежно при том склеит. Советую всем такой клей полиуретановый. Довольно надежный он. И хорошо клеит. Клеит все от пальцев. Отстал на четвертые сутки аж. Вот так вот он работает. Вот. Шуб стал меньше. Старт стал лучше. Отбалансировало колеса. Ну и мощности немного добавилось. Ну вот как-то так. Ну все. Подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok